Добрый день! Сегодня я расскажу о ситуации, которая расстраивает многих начинающих спидкуберов, которые решили попробовать пособирать неофициальные головоломки. К примеру, Фишер Куб. Вот такой ситуации невозможно добиться в правильно собранном кубике 3х3. То есть все мы прекрасно знаем, что если собрать первые два слоя на кубике 3х3, то при сборке креста у нас может получиться всего несколько ситуаций. Это точка, палочка, галочка, либо собранный крест. Ситуации, когда у нас есть три реберных элемента правильно ориентированных, не бывают в стандартном кубике 3х3. Подобную ситуацию все называют паритет, что не совсем правда, поскольку это псевдопаритет, и бывает он на тех головоломках, у которых симметричные ребра. То есть вот это ребро на кубике Фишера. И неважно в какой ориентации оно стоит, но всегда выглядит правильно. В этом и проблема. То есть в данном случае мы видим, что сверху паритетная ситуация очень похожая на паритет в кубике 4х4, который решается специальным алгоритмом. В кубике 3х3 мы можем смоделировать подобную ситуацию, но для этого нам придется развернуть одно из ребер. Соответственно, если в кубике 3х3 мы это замечаем, то на подобных головоломках это заметить сложно, поскольку ребро симметричное. В подобной ситуации псевдопаритет может возникнуть на кубике Фишера, на кубике бочки, на твисте кубе, и даже на кубике Мою Фишер Таймвилл, поскольку он идет на основе Фишера. Как же решить это чудо? На самом деле очень просто. Что мы делаем в кубике 3х3, когда нам необходимо повернуть ребро? Если собирает совсем новичок, то что он сделает? Он каким-то образом извлечет это ребро с этого места на верхний слой, и потом поставит его в правильной ориентации. Для этого можно, к примеру, поставить вот это ребро сюда. Любым способом. И потом поставить его на место в нужной ориентации. Легко и просто, и сверху у нас получается крест. Но если мы владеем ФТаймвилл, то все это можно сделать гораздо быстрее. Для этого мы просто извлекаем вот эту пару, и заново загоняем. Преобразуем ее в трехходовку. И получаем крест и собранный, и ФТаймвилл. Попробуем теперь сделать то же самое на наших 3х3 подобных головоломках. Начнем с фишера. Есть ли разница, какое ребро извлекать и переворачивать? На самом деле нет. Можно сделать с любой стороны. К примеру, мне понравилась вот эта красная. Что я сделаю? Я извлеку эту пару, разобью и загоню как трехходовку. Все, проблема сверху решена. Можно дальше собирать фишер. Попробуем, будет ли это работать на зеркальном фишере. А почему бы и нет. Опять же, выбираю любое ребро, которое мне хочется перевернуть. Извлекаю. Разбиваю. И сгоняю как трехходовку. Ну, у нас получился не крест, а получилась галочка, которую мы легко можем превратить в крест. То есть ситуация уже типовая. Ну, либо сделать специальный алгоритм, который нам полностью уберет ОЛЛ. Кубочка. То же самое. Любое ребро, которое мне нравится. Ну, к примеру, вот это зеленое. Извлекаем пару. Разбиваем. И загоняем как трехходовку. Вот и все. Получился крест. Твистикуб. Опять же, видим наличие псевдопаритета. Ну, к примеру, перевернем, давайте, синяя ребрышка. Она тоже симметричная. Выгоняем пару. Разбиваем. И загоняем как трехходовку. Ну, получаем какую-то стандартную ситуацию. И самое интересное. Мой фишер таймвилл. Здесь, наверное, кто-то подумает, что все гораздо сложнее. А на самом деле нет. Выбираем какое-то вот ребрышко. Главное понять, что здесь является ребром. Если вы собрали до этого момента, то, видимо, такое понимание уже присутствует. Разбиваем пару. Вот она пара. И загоняем как трехходовку. Ну, вращение фишер таймвилл чуть посложнее. Ну, ничего. Вот у нас получилась галочка, которую, опять же, мы можем превратить в полноценный крест. Вот и все. Еще раз напомню, как это выглядит на кубике 3х3. Вот эта ситуация. Ничего в ней сложного нет. И решение. Все. Для многих, наверняка, этот материал был уже, как бы, очевидным. Но я часто встречал кучу вопросов. Именно, что делать, как решить паритет на подобных кубиках. Бочка. Фишер чаще. Миррор Фишер. Ну, и тот же самый Фишер таймвилл. Надеюсь, видео было полезным. Всем спасибо. Всем пока.